Имбирь, или белый корень. Многолетнее травянистое растение семейства имбирных. Родина, Южная Азия, культивируется в Китае, Индии, Индонезии, на Цейлоне, в Австралии, Западной Африке, на Ямайке, Барбадосе. Имбирь был первой азиатской пряностью, переселившейся в Америку еще в начале 16 века и быстро прижившейся там. В диком виде имбирь не встречается, он возделывается исключительно как огородное растение, а иногда и просто в домашних условиях, в ящиках-горшках. Как пряность употребляют корневища имбиря, которая имеет вид кругловатых, но как бы плоско сдавленных, пальчет разделенных кусочков, напоминающих различные фигурки. В зависимости от способа обработки различают белый имбирь, грязно-беловая сероватого цвета, и черный имбирь. Белый, это предварительно вымытый имбирь, очищенный от поверхностного более плотного слоя, а затем уже высушенный на солнце. Черный не очищенный, не ошпаренный кипятком и высушенный на солнце. Последний имеет более сильный запах и более жгуч на вкус. На изломе имбирь обоих видов серо-белый. В молотом виде, таким он встречается чаще всего, имбирь представляет собой мучнистый серовато-желтоватый порошок. Имбирь принадлежит к одной из самых излюбленных в России пряностей. Он с давних пор находил применение в национальной русской кухне, сбитних, квасах, наливках, настойках, брагах, медах, а также в пряниках, куличах, сдобных булочках. Широкое употребление имбиря в кондитерских изделиях, леденцы, варенье, печенье, кексы, бисквиты, сладких блюдах, компоты, пудинги, в алкогольных, пиво, ликеры и особенно безалкогольных напитках интернационально. В странах Азии имбирь повсеместно употребляют в презервах из мяса и птицы, в чай. Он входит в состав кари и многих других пряных смесей. В Юго-Восточной Азии имбирь, кроме того, употребляют как самостоятельный продукт, свежий имбирь засахаривают или делают из него варенье. В Китае и Индокитая, Бирме и в Англии популярно также варенье чоу-чоу, имбирь с апельсиновой коркой. В Индии выпускают четыре сорта имбирной муки, отличающейся различным процентным содержанием имбиря. В Англии и США производят легкое имбирное пиво. Для европейской, английской, голландской и американской кухни характерно использование имбиря в соусах к мясу, в овощных и фруктовых маринадах, а в азиатской кухне имбирь широко используется при тушении мяса и домашней птицы. При этом имбирь не только ароматизирует мясо, но и делает его более мягким. Имбирь следует вводить в тесто либо в процессе замеса, либо в конце его, при тушении мяса, за 20 минут до готовности, в компоты, кисели, мусы, пудинги и другие сладкие блюда за 2-5 минут до готовности, а в соусы, после окончания тепловой обработки. Нормы закладки имбиря относительно высокие, до 1 грамма на 1 килограмм теста или мяса. В народной медицине имбирь употребляют при расстройстве пищеварения с тошнотой и рвотой, плохом аппетите, метеоризме, хроническом эндкрите, отеках ревматического характера, для полоскания горла при ангине. Измельченные корневища имбиря используют при головных болях невралгического и спастического типа, бронхиальной астме и астматическом бронхите, трихомодальном кальпите у женщин, а также в гомеопатии.